здравствуйте друзья с ночного хайвея нам зачитывает вопрос светлана здравствуйте михаил прошу вас порассуждать над моим вопросом мне 26 лет живу в краснодаре познакомился с девушкой с которой у меня приятельские отношения она очень симпатичная и ответственная студентка третьего курса изучает языки занимается спортом много путешествует хорошо учиться учиться и помогает маме воспитание младшего брата кроме того подрабатывает в модельном агентстве и преподает курсы английского для деда золото просто это как там самолка да да какой-то совершенно потрясающий образец девушки со мной общение она будто лишена чувства юмора степень взрослости не то чтобы зашкаливающая а скорее невыносимая я не могу сказать что я клоун хохмач и на контрасте предъявляю какие-то претензии юмор мой часто вполне себе уместный иногда даже искрометный вот так без ложной скромности но из всех знакомых я с этим сталкиваюсь впервые иной раз хочется подурачиться тонко или глупо пошутить без пошлости но не с ее стороны не в ее адрес это не проходит человек не понимает стёба юмора не желание шутить а если понимает то переводит серьезный разговор если отбросить версию что не такое поведение проявляется только в отношении меня я бы хотел спросить вас часто ли вы сталкиваетесь с отсутствием юмора у людей насколько важно уметь посмеяться над собой другим и можно ли как-то развить в человеке открытость юмору вопрос задают так как стал осознавать что девушки обладающие множеством положительных качеств но с отсутствием чувства юмора похожи на роботов и вся эта привлекательность улетучивается в связи с тем в связи с чем мысли об отношениях с такой представительности противоположного пола улетучиваются ну то есть молодой человек просто интересуется из любопытства потому что очевидно там нету никаких нет но они так приятельских отношений ну да мысли улетучиваются вопрос в чем давай я может подскажу для начала значит во-первых я действительно встречал в своей жизни пару людей у которых чувство юмора в том смысле как я понимаю юмор атрофировано полностью в том смысле что они просто как-то их не берет никакой анекдот ничего там не с другой стороны есть другая крайность есть люди юмор которых они вроде юморные но юмор их настолько мерзок и как-то сказать богопротивен можно так сказать что просто невозможно рядом находиться с людьми которые так шутят понимаешь на самом деле очень индивидуально все восприятие чужого юмора очень деталь я согласен бывают люди каждый с которыми жутко тяжело потому что они не прошиваем и в плане вот там юмора и тогда это есть такое немного но они есть с другой стороны я хочу сказать что вот понимаешь есть масса шуток на тему о том как люди могут пошутить и сразу начинает в память приходить да я главе частушку может быть так я его прощу немножко значит там эти мимо тещиного дома я без шуток не хожу или что в забор засуну или попу покажу этим вот тоже шутник и теща искрометно да вот эта искрометность она конечно очень да еще один момент есть мы когда со светой на эту тему вот перебрасывались да ну я сама скажи давай ты же не будешь меня перескать я не буду тебя ты рядом давай у нас были знакомые шутники тоже да которые выбрали себе стиль общения вот такое легкого подначивания и вспоминая вообще наши студенческий год я помню что были ребята они вроде бы шутку но они так сильно как бы чуть-чуть подкалывали ну шутят же да и дело в том что здесь очень тонкая граница вот этого подкалывания да где это безобидная шутка где она задевает чувство другого человека поэтому что вам сказать люди все разные и безусловно такая симпатичная умная достойная девушка найдет себе молодого человека в том ключе в котором он хочет поддерживать серьезные разговоры а вам может быть нужна девушка какая-то более с юмором который более подходящий да с которой понимает искрометный юмор да может оценить искрометность да поэтому блять какая штука каждый по себе ищет партнера должен быть мэйч и каждому человеку с другим должно быть комфортно и не нужно и не нужно удивляться что надо же неужели найдутся желающие вот на такую девушку потому что эта девушка прекрасно да я понимаю что путь от ангет она такая скучная ведь с ней пошутить невозможно что можно сказать импотентом можно стать даже не не возникает чувство такого понимаете вот не возникает я хочу сказать что в вашем возрасте у многих абсолютно независимо от чувство юмора это чувство вот то самое чувство возникает но это отдельно ну еще раз каждый выбирает по себе выбор девушек как и юноши огромен огромен в огромной стране волно девушек и юноши на любой вкус поэтому надо не останавливаться на достигнутом если по каким-то критериям вас кто-то не устраивает это не не повод сказать надо же может ли она кого-то устроить или бывает же ли такое в жизни все бывает я расскажу случае не связано с юмором но вот такая тонкость а я перед тем как расскажу я объекты поясню что там происходит в соединенных штатах когда люди встречаются особенно тем более знакомые там вот мы скажем по офису знакомых мы идем по коридору и видим кого-то мы угарь хай и он тегать хай ну например очереди ты шел на обед видишь его гриш хай а потом идешь с обеда и опять он ты ему снова говоришь хай то есть в отличие от как вот мы раньше не знаю как сейчас но вот мы раньше говорили здравствуйте да это было один раз в день следующий раз это должен быть другой день и вот у меня девушка одна училась но такая уже мошка знала жизнь там лет по 30 вот и она такая красавица такая знаете она такая ну вообще красавица и плюс она знает что она красавица на себя так несет вот как красавица это видно по ней что она знает что она красавица вот она работает в компании а компания там одни индусы я знаю эту контору там вообще кроме индусы вообще там никого нет но она она там работа и я ей так при встрече она что-то заходит в школу так это продвинутый класс берет и я говорю ой говорю дать я люблю там девчонок праздники но я говорю ой ну как же вы там в компании работаете как там вообще вот какое-то внимание там может наверное вы привлекаете такая эффектно она ведь ой что вы михаил так она том на мне говорит там сплошной харассмент я думаю нифига себе думаю индусы какой с них харассмент и господи вот и я говорю а как это происходит она говорит да вот пять раз на дню горит идет навстречу бегать вот значит так она этот хай так она и сюда и я и я понял друг шара просто новый человек стране она не понимает она думает что они ее домогают как-то или там грязно намекают может быть вот таким образом но я просто чему говорю разные люди разные вот совпадение несовпадение я это привел как пример того что человек так реагирует 5 у нее наверно у нее есть какое-то свое чувство юмора которое может быть вы не поймете я не пойму но кто-то наверняка поймет вот а кто-то наоборот может быть хочет такую девушку чтобы без чувства юмора я вас убираюсь найдется кто-то и девушка не пропадет тоже вот и не то чтобы каждая девушка которая нам нравится должна нам нравится абсолютно ну что-то всегда должно быть в вы вы тоже не идеальны в общем такая вот жизнь света мы мы приободрили молодой человек или нет скажите бывает не бывает настолько многообразно что вы даже не можете какие чудеса там бывает вообще мне как чеку которого приходится за год иметь сам с несколькими сотнями людей дел новыми и снова новыми и снова новыми я могу сказать что есть люди которые юмор напрочь не понимает вот я люблю пошутить но не как может быть так и скрометно но у меня есть есть потом найти когда урок ведешь там заготовки из-за сыпется и не заготовки ну как заготовки один раз пошатил потом следующий раз на сама лезет в этом месте но во всяком случае если меня вот так не остановить так я могу весь урок про про хохмить но не но я сдерживаюсь и вот значит есть такие люди значит вот ты что-то рассказываешь они смотрят на тебя я бы это шутка была они начинают смеяться то есть для того чтобы им смеяться им не нужно понять что и на пускать это шутка это шутка шутка да и начинают смеяться а так вроде непонятно чего ну а чё ну разные люди конечно так что да у вас все впереди ищите девушек чувством юмора и оставьте эту девушку более серьезным почему а пусть дружат почему нельзя дружить они у них там приятельские отношения кофе выпить же можно с ним может быть ее подружка есть вы не спросите у меня подружки наверняка есть 20 лет и там с третьего курса иностранные языки изучают спортом занимаются совершенно не обязательно чтобы они воспитывали младшего брата вместе с мамой могут быть очень классные девочки так мне кажется тем более иностранные языки люди изучают там обычно много с юмором таких девчонок веселых так что в общем жизнь продолжается ищем человека подходящего к нам подходящего нам аксел по духу вот и по разным другим параметрам успехов